Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня мы поговорим о гиринге, то есть об одевании, а также пройдемся по тем изменениям, которые произошли в сегодняшнюю среду, а именно 11 мая. Быстренько пройдемся для начала реально по этим изменениям. Первое, катализатор творения теперь дает заряд раз в 4 дня, вместо одного раза в 7 дней. Это позволит чаще делать сетовые вещицы, мы можем чаще прокручивать другие эпические вещицы по статам, а также просто-напросто можно и трансмок чаще делать сетовый. Прикольно? Ну да, прикольно и интересно, почему бы и нет. Далее второе изменение будет интересно PvP игрокам. Количество получаемых очков чести и очков завоевания увеличено. Чести вроде бы на 25%, завоевания на 40%. Таким образом можно быстрее апать вещицы и больше их покупать. Тоже интересно. Далее снятие капа на очки доблести. Это уже интересно для PvE игроков. Помним о том, что при прохождении обычного ключика мы получаем 135 очков доблести, а если кому-то в группе апнулся рейтинг по ходу этого прохождения ключа, то вся группа получает еще дополнительно 65 доблести. То есть 200 очков доблести за прохождение одного подземелья – это много, это внушительно. Само собой, можно проходить не только 15-е ключи. Можно просто-напросто проходить, например, вторые ключики с людьми, которые только-только апнулись, и которые ни разу не посещали, например, какую-нибудь смертельную тризну, гамбит с аллеи, таким образом еще и маунтов формануть. Окей. Теперь же пройдемся по гирингу вообще в целом. Я не особо хочу рассказывать о стартовом одевании каком-то там до 250-го этом левела, но просто скажу то, что оно довольно-таки хорошо идет с аукциона. Мы покупаем 233-й крафтовые вещицы, также мы покупаем один слот 262-й крафтовый с усилением прародителей, какой-нибудь там колеч, какая-нибудь шея. Эти предметы реально сильны. Сейчас даже покажу их на аукционе. Вот колечко, которое я носил ранее. Искусность Крит, Сокет, Чантик и также усиление на Мейн Стат. Довольно-таки интересное и с высоким аптаймом, если само собой подбирать эти искры, эти частицы. Глянем, сколько она стоит на ауке. Федрилевый перстень искусности. Всего лишь 5000. Отдать 5000 за вещицу 262-го итом-левела? Ну, это копейки. Реально копейки. Надели крафтовые вещицы, зачарили их, просокетили, если имеется такая возможность, и идем дальше. Не забываем о календарике. В календаре можно увидеть различные события, посвященные как путешествиям во времени, так и событиям в подземельях Шадоу Лэнса. Проходя 4 подземелья во время недели событий в подземельях темных земель, мы получаем вещицу с гереческого рейда, то есть 265-го итом-левела. Также, если мы проходим 5 подземелья во время путешествия во времени, мы получаем вещицу с нормал-рейда, то есть 252-го итом-левела. Для начала неплохо. Если, например, человек только апнул 60-й к моменту какой-нибудь из-за их неделек, то для него это будет довольно-таки неплохой буст. Идем далее. Не забываем, само собой, про легендарочки. Крафтим легендарочку, одну, самую лучшую для нас, 291-го итом-левела. Но поясом особо не нарастишь гир. Да, как бы это единство, это круто, это замечательно, но этот пояс будет всего лишь 265-го итом-левела, и его нужно менять. Чем быстрее, тем лучше. Поэтому качаем репутацию с просветленными. Просветленная новая фракция, которая была введена в обновлении 9.2, и в Зеритмордисе, делая локалочки, делая квестики, убивая рарников, мы получаем эту репутацию. За дейлики репутацию не дают. Поэтому делайте их умом. Сами решайте, делать их или нет. На самом деле их тоже надо делать, но просто все зависит от вашего свободного времени. Далее, когда уже немножко там покрафтили легендарочки, когда уже чуть-чуть вспомнили эту игру, как в нее играть, возможно, кто-то, да, после большого перерыва вернулся в игру, идем ключи постепенно, начинаем ходить ключики, начинаем дробить вещицы, и таким образом мы набиваем рейтинг и получаем очки доблести. Очки доблести мы, само собой, сохраняем для дальнейшего улучшения вещиц, и таким-то образом в итоге мы сделаем себе 272-й этом левел, но об этом чуточку позже. Проходим ключики, повышаем свой ключик, ходим в другие ключики, повышаемся, 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 одеваемся, 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 и повышаем постепенно свой рейтинг Mythic+, иначе его называют Rio, потому что сайт Raider.io, который подвязан к рейтингу, он является основой вообще Mythic++ формата. Получив 2000 очков Rio, получив 2000 очков рейтинга в Mythic+, мы можем максимально апать свои вещицы до 272-го этом левела, и именно таким образом мы будем себе наращивать высокий итом левел. Почему бы и нет? Это довольно-таки неплохо. Таким образом мы можем себе сделать с этого вещица 272-го итом левела, мы можем сделать себе хорошие тринкеты 272-го итом левела, колечки, неку, да вообще любую вещицу, оружие. Да, конечно, на это нужно будет много доблести, и само собой, изначально нужно будет дропнуть эту вещицу, но мы будем посещать большое количество Mythic+, поэтому мы все это получим. Со временем. Чем больше времени мы в это вольем, тем быстрее все это произойдет. Но это все равно будет ограничено двумя неделями. Объясню почему. Mythic+, имеют такую специфику, что одна неделя идет укрепленная, а другая неделя идет тираническая. А чтобы набрать суммарно 2000 очков, проходя, например, условные пятнашечки, ну, нужно в двух неделях себя проявить. Не во всех подземельях, конечно, но все же. Поэтому это все ограничено двумя неделями. И ноль вранья в том, что можно получить реально 272-й этом левел почти с нуля за пару недель. Так что дерзайте. Если есть какие-то вопросы, пожелания, можете писать в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!